Сахарная Головка Я, как заведующая библиотекой, очень рада, что Кривический фонд нашей библиотеки пополнится такой замечательной книгой «От прошлого к будущему». И эта книга не только об истории посёлка. На её страницах есть судьбы о простых её жителях, которые жили, живут и работают на нашей замечательной земле. Конечно же, эта книга не могла вместить все имена. Но я надеюсь, что будет и второе издание, которое пополнится этими замечательными именами. Хорошее замечание. Будем верить, что автор нас услышит. Как вы думаете, книга найдёт отклик у читателей молодого поколения? Где её вообще найти? Её можно будет найти в фондах нашей библиотеки. У нас есть прекрасный, замечательный краеведческий фонд. Я думаю, книга найдёт свою широкую аудиторию своих читателей. Спасибо вам большое. Будем читать. Приходите к нам в библиотеку. Любовь Владимировна, мы рады вас приветствовать и рады поздравить с очень значимым событием. Презентация вашей книги – это, я считаю, бесценный труд, который ляжет в историю. Это история посёлка, 70-летняя Маринец. Тут не только история посёлка, а история прилегающей территории. Такие были события здесь. Вот ещё в Крымскую войну, приезд Екатерины, Екатерининская миля, Великое Отечественное, жесточайшие бои были. Ну и герои нашей книги – это, конечно же, люди. Сейчас об этом и поговорим. Расскажите сначала о себе, чтобы ваши читатели знали. Ну, я выросла в потомственной семье мореходов. Деды, прадеды, отец – все были капитанами. И в семье ждали мальчика, продолжателя семейной династии мореходов. Но родилась девочка, поэтому после окончания Сахалинского мореходного училища на ходовую вахту пришлось заступить мне. Династия на мне не закончилась. Долгие годы на Дальнем Востоке подводником служил мой сын Вадим. И сейчас в Средиземном море несёт вахту на крейсере Григорович мой внук Владислав. Очень сильная династия. И как раз вы чтите историю. И правнуки, наверное. С поколения в поколение – это правильно, это ценно. Расскажите, как вообще пришла идея самой кодеки? Ко мне обратился депутат от посёлка Сахарной Головки, Леонид Станиславович Вень, что грядёт дата – 70 лет круглая. И дело в том, что никто никогда о Сахарной Головке не писал. Писали о совхозе номер 10, о совхозе Севастопольский, об урожаях, о теплицах. А вот общую историю места, посёлка, никто никогда этим не занимался. Работать было одновременно и легко, и трудно. Легко то, что касается 100 лет назад, 200 лет, можно найти в интернете, в архивах. Что касается 20-30 лет назад, это были «Белые пятна». А вот скажите, кто вам помогал? Над книгой работал целый коллектив талантливых людей. Это и депутатский корпус, и краеведы, старожилы. Директор музея 17-й школы Ольга Васильевна Гришкова. И вот геральдист, сейчас, чтобы не перепутать, Олег Иванович Москевич, который впервые разработал эмблему. Вот она, рог изобилия. Раньше посёлок был без эмблемы, без герба. Так что это презентация не только книги. Сейчас состоялось историческое событие двойное. Но этот герб ещё должен утвердить поселковый совет, потом на уровне города. Так что с сахарной головкой повезло, и с книгой, и с авторами. А скажите, сколько времени у вас занял сам сбор? Книга писалась быстро, сам материал. Дольше был срок сбора материала. Тот забыл, тот не помнит, тот где-то. А мне вот это надо было всё собрать, литературно обработать, и чтобы оно легко читалось, чтобы одно за другим. Сколько времени? Полгода где-то шла работа, да. Я хочу поблагодарить крымское издательство «Антиква». Фотографии приносили разные, пожелтевшие, с времён войны. Оцифровывали. Оцифровывали, да. Приводили в порядок, чтобы оно было зрелищно. Тут ведь большой временной, да. Карло Басоли был здесь, вот рисовал цветные иллюстрации. Дело в том, что до сих пор сахарная головка вдохновляет художников. Даже самые юные художники рисуют свой посёлочек. Здесь действительно отдыхаешь. Да. И вы знаете, тут очень хороший воздух. Вот сейчас моден зелёный туризм. Здесь в округе нет ни фабриков, ни заводов. Поля зелёные, горы, сосна. Да, вот об озеленении, вот ближайшие холмы – это сосновые посадки. В Булах был директор Балаклавского лесничества, сахарная головка, она входит в Балаклавский район. И вот на этих белых, безжизненных холмах белая глина. Да, вот сейчас въезжаешь в посёлок, море зелени. Это так нелегко было озеленять посёлок. Ну, а посёлок живёт 70 лет и продолжает жить, и люди тут трудятся прекрасные. Вот как раз хотела сказать, что книга называется «От прошлого к будущему». К будущему. Вот какое вы видите будущее? Вы знаете, глубоко символично, что презентация этой книги проходит в канун празднования Крымской весны. Послезавтра мы будем отмечать референдум. И, конечно, Крымская весна в сахарной головке. Тут тоже были неподалеку и блокпосты, и народные дружины. И собирали питание горячее на блокпосты. Я в составе агитбригады Краснознамённого Черноморского флота приезжала сюда поднимать боевой док. Тут неподалеку, в Каракабе, есть воинская часть. Вот накануне референдума в трудовых коллективах города и села, в воинских частях, на огромных палубах боевых кораблей наши звонкие голоса прославляли Россию. И после того, как присоединили, мы вернулись в родную гавань, заметно улучшился вид посёлка. Это улицы, это детские площадки, ремонт прекрасного дворца, где проходит презентация. И я думаю, что посёлок ещё всё впереди. Он будет процветать. Будут приходить люди читать в библиотеке эту книгу. Ну, а я уже передала свои авторские экземпляры в детскую библиотеку Балаклавы. Да, и вы знаете, она уже востребована. Уже, да, вот по артикуляру посмотреть, уже несколько читателей ознакомились. Ну, и как бы дополняет, закрывает нашу книгу стихи местной поэтессы. Вот вдохновляла, вдохновляет и вдохновлять будет сахарная головка. Ещё раз убеждаемся, что здесь живут люди творческие, великие. Скажите, пожалуйста, что пожелаете самим жителям? Ой, прежде всего мирного неба. Мы сейчас все непростое время переживаем. Ну, а когда будет мир, будет земля плодоносить. Здесь, на Сахарной Головке, вот так исторически сложилось, что этот небольшой посёлочек кормит огромный город и огромный флот. И не только Севастополь, но и Крымскую область, вот, Крымский наш регион. Счастья, любви, здоровья и мирного неба. Леонид Станиславович, я рада вас приветствовать на очень важном событии для посёлка Сахарная Головка, на презентации книги. Книги об истории, книги о настоящем и о будущем. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы принимали активное участие в написании книги. Вот как создавалась работа? Что пришлось пройти? Ну, вы знаете, начнём с того, что посёлок Сахарная Головка образовался официально в 1952 году. Это официально образовалось. И стал развиваться совхозь Севастопольский. В дальнейшем поменялось ряд директоров, руководителей. Это было мощное сельхозяйственное производство, которое позволило дать рабочие места порядка полутора тысячам жителей. Всю эту продукцию, которую выращивали у посёлки Сахарная Головка, посредством тепличных комбинатов, весенних комбинатов по производству овощей, открытого грунта, всё это направлялось в город-герой Севастополь и в Черноморский флот для наших моряков. Написание этой книги 70 лет прошло. В прошлом году отбылось 70-летие. Инициаторами этих вещей был Совет ветеранов, Территориальное общественное самоуправление Сахарная Головка, где я являюсь председателем в настоящий момент, ну и по инициативе депутатов Балаклавского муниципального образования. Хочу сказать, что вот эту книгу финансировало Балаклавское муниципальное образование решением сессии, за что очень большая благодарность нашим депутатам и нашему муниципалитету. Эта инициатива уже, я знаю, что нашла отклик не только среди старшего поколения, но и совсем среди маленьких читателей. Мы вот 500 экземпляров этой книги раздадим всем жителям, которые занимались производством, которым вкладывали свою силу. Вы понимаете, в чем дело? Вот у нас династия овощеводов здесь были во времена Советского Союза, и после при Украине, и сейчас. Это династия овощеводов, люди, которые знают, чувствуют душой растения. И оно дает им, соответственно, отдачу. Я бы сейчас назвал фамилии, ведь эпопея, вот написание этой книги прошла из того, у нас два героя соцтруда здесь трудились. Это Анна Герасимовна, вот скажите мне фамилию, первый директор Кушнарева, затем вот я лично работал с героем соцтруда Кукушкиной Клавдией Петровной на тепличном комбинате. То есть знаете героев лично? Лично, лично знаю, да, общался. У нас замечательный был директор Бондарь Михайлович, вот, затем Чуркин, Аркадий Иванович. Это люди, которые поставили и сделали совхоз Севастопольский совхозом миллионером предприятием, да. Поэтому здесь была достойная жизнь, достойная оплата. И мы в этой книге на сегодняшний момент, в эту всю историю, начиная со времен территории, на которой, значит, развивался наш поселок, тех старожилов, которые вспоминаем, потом годы войны, которые прошли, какие здесь были события, вот, затем производство овощей. Ведь предприятие выращивало 15 тысяч, где-то около 15 тысяч тонн продукции, которая поступала в основном в город Севастополь, в Севастополь и в Черноморский флот. Вот. Я хочу сказать, что эти люди, которые здесь прожили, вот, их сейчас многих нет уже с нами. Многие очень старенькие. Есть более молодые, которые перешли, не забыли свою работу. Работают рядом предприятия, тепличные комплексы, в Агросоюз. Продолжают династию. Продолжают эту династию. Я думаю, что она не забудется. И вот эти уроки, которые дали нам наши дедушки и бабушки, в прошлом, она останется и будет приумножаться в будущем. Я хочу сказать, что низкий поклон тем людям, которые работали с землей. Это золотой фонд сельского хозяйства. Это тяжелый труд, который... Да. Самая тяжелая в отрасли сельского хозяйства – это овощеводство. И вот эти люди – это действительно золотой фонд сельскохозяйственной отрасли овощеводства. Низкий им поклон. Дай Бог им всем здоровья. Да. А вот еще, смотрите, книга называется «От прошлого к будущему». Скажите, как за последние годы изменился поселок Сахарная Головка и что ждет впереди? Ну, вы знаете, сам поселок, само предприятие, которое здесь основное было, это совхозь Севастопольской. Сейчас оно в стадии реконструкции, реорганизации. Я думаю, что с него получится. Те поля, которые были раньше засажены капустой, перцем, баклажанами, овощами, вот, они преобразуются, найдут свою лепту в необходимой продукции для наших жителей. Вот. Что ждет? Вы видите, как в социальной структуре преобразовался поселок за последние годы. Вы видите, сколько асфальтированных дорог сделано на сегодняшний момент. И сегодня, на сегодняшний день, вот, 16-го, в день презентации книги, ведутся асфальтовые работы для восполнения инфраструктуры, которая была утрачена и забита. Это одно. Затем территориальное общественное самоуправление по линии субсидирования построило ряд площадок здесь. Мы делаем детские площадки возле домов. Это очень важно для наших сельчан. Все хотят сразу и очень быстро. Такое не бывает. Все зависит от финансирования. Поэтому очень активный у нас народ. Очень активный. У нас сейчас домовые комитеты, значит, по каждым домам. И все приходят с претензией. Вот нам вот это надо, вот это. А мы через разные формы местного самоуправления заставляем, привлекаем их к работе в первую очередь, к инициативе. И когда они видят труд, они его ценят. Конечно, конечно. Это вот очень важно. Собственно, об этом и книга. Да, об этом и книга. Книга о том, что было и о том, что сейчас есть. У нас замечательная школа номер 17. У нас замечательный дворец культуры севастопольский, который за время всей своей работы сохранил свою активность. Даже в годы перестройки, когда было уныние и прочее, наш дворец культуры работал. И приезжали из города Севастополя, проводили все мероприятия в нашем дворце культуры. Руководители, проработавшие более 30 лет, это Котель, Мира Жасундиевна, Черненко, Игорь Викторович, вот. Ну, они сейчас на заслуженном отдыхе. Эти вот настоящие профессионалы своего работы. И они передали сегодня дворец культуры, кстати, реконструкция здесь идет, передали младшему поколению. А сами уже на отдыхе, так что-то. Будем надеяться, что поколение будет дальше продолжать традицию. Да, думаем, что так вот. Что пожелаете жителям в этот чудесный день, важный день? Я, во-первых, хочу большое спасибо сказать всем, кто занимался этой книгой. Вот, и лично, сейчас я открою и зачитаю, да. Мы попросили в свое время Любову Владимирову Матвееву, да, членов своих записателей, о том, что вот по инициативе Совета ветеранов поселка, территориального общественного самоуправления и депутатского корпуса попросили, значит, возглавить эту работу. Человек знающий, опытный и прочее. Потом мы провели свою инициативу через сессию муниципального образования с тем, что вот есть необходимость обозначить историю, потому что без фундамента истории нету движения вперед, нету будущего. И вот все депутаты во главе с председателем муниципалитета Бабошкиным Евгением Альбертовичем, да, подтвердили, что это надо. И вот мы, собственно говоря, первый раз такую книгу выпускаем, массивная, красивая, иллюстративная. На эту работу ушло буквально целый год. Мы начали ее в январе месяце, и вот писали, и закончили только сейчас. Вот. Очень большую работу провела преподаватель истории школы номер 17 Ольга Васильевна Гришкова. Она все тонкости знает здесь на Сахарной Аглопе. Это очень интересно. Дыгаль Наталья Витальевна, это начальник библиотеки нашей, это сам. Вот. Ну, я занимался этим вопросом. Потом Москевич нам сделал вот такую эмблему, да, герб. У нас сегодня двойное событие, да, и мы теперь ждем официального утверждения. Да. Вот мы подадим это на официальное утверждение этой эмблемы поселка Сахарная Головка. И где будет, где что будет присутствовать в Сахарной Головке, будет обозначено этой проблемой, да. Здесь вопросы здравоохранения. На сегодняшний момент, вы говорите, что изменилось? У нас была небольшая амбулатория. Сегодня на поселке Сахарная Головка по статистике проживает 6142 человека. Это в 2021 году перепись шла. Вот. И нам вот по инициативе депутатской, естественно, много писали писем. И пошли навстречу, сделали хорошую амбулаторию. Здесь можно обратиться и ехать. Да, да, да. Здесь прием врачей, в город не надо ехать. Это очень-очень необходимо и нужно. Ну, вот так. Я думаю, что перспектива нашего поселка, вот. Я вам скажу секрет, что многие жители города Севастополя хотят приехать сюда. Но у нас уже земли для застройки. Это большой вопрос. Надо расширяться, смотреть и прочее. Вот. Очень большой коллектив был слаженный специалистов в совхозе Севастопольской. Начиная от директора, заканчивая рабочими. Это был сплощенный, единый монолит. Да. Многие награждены медалями в те времена, знаками ВДНХ. У нас много орденоносцев. Это завтра Валентина Васильевна. Вот она сейчас на заслуженном отдыхе, она орден Трудового Красного Знамени, да. Потом уже покойная ныне, да, Царство Небесное, да, ну, Ольга Ивановна. Тоже орден Ленина у нее там, да. Вот. Затем, ну, за Кокушкину я уже сказал, ну, Смирнова Улита Павловна. Это люди, которые уже, да, но они в душе с нами всегда. И на их страницах истории. Да. Спасибо вам большое. Я вот еще скажу, его мама работала, нашего, это самое, на тепличном комбинате, да. Это профессионалы своего дела, да. Я говорю, чтобы вырастить какой-то овощной продукт, надо вложить туда всю энергию, всю душу, всю любовь. Не будет этого, не будет обратной отдачи. Хотелось бы сегодняшний день, да, в связи с выходом этой красивой, хорошо оформленной книги о прошлом, об истории нашего поселка, поздравить всех жителей, вот, поселка Сахарная Головка с презентацией вот этой книги. И я думаю, что мы каждому работнику, кто был, помнит эту историю, мы подарим такую книгу от Баглакалского муниципалитета. И желаем всем крепкого-крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Юлия Александровна, мы рады вас приветствовать сегодня на «Действительно важном мне». Сегодня у нас презентация книги от прошлого к будущему, книги про историю поселка Сахарная Головка. Насколько я знаю, вы помогли, да, то есть ваша организация помогла в издании этой книги. Расскажите чуть подробнее. Ну, в преддверии празднования 70-летия Сахарной Головки к нам обратился депутат муниципального округа Вень, Леонид Станиславович, он был инициатором. Мы долго думали, что же подарить Сахарной Головке, и чего у них нет, и что будет для них интересным. И вот он был инициатором издания этой книги, в качестве автора привлекли Матвееву Любовь Владимировну. Было собрано очень много материалов исторических по Сахарной Головке, и местная администрация поддержала эту инициативу. Мы с помощью Любови Владимировны Матвеевой укомплектовали, так скажем, информацию эту огромную, которая у нас была с момента создания поселка Сахарной Головки. На самом деле книга очень насыщенная, действительно, от истоков этого поселка. И там содержатся материалы, кто именно делал поселок таким, какой он есть в сегодняшние дни. И местная администрация выпустила 500 экземпляров. У нас далеко идущие планы, чтобы историю Сахарной Головки знали и сами жители Сахарной Головки, и дети. То есть сейчас после этого мероприятия, после презентации мы совместно с автором и депутатом, который являлся инициатором, мы эту книгу раздадим по школам, по детским садам, по клубам и по дворцам, по всем вот таким вот знаковым, скажем так, учреждениям, которые есть в Севастополе. Для того, чтобы историю этого поселка знали все, от маленького ребенка до самого жителя, который здесь, может быть, родился и вот живет на протяжении 70 лет. Я уверена, что это будет очень интересно и востребовано, потому что знаю, что уже до презентации многие юные читатели уже нашли, где прочитать книгу, уже ознакомились с первыми страницами. Она действительно красочная, она действительно информативная, там история не просто о том, как создавалась, а даже как появлялось это место. Созначитесь, уникально. Уникально. И давайте пожелаем что-то нашему поселку, пожелаем жителям, чтобы будущее было действительно ярким и светлым. Ну, я поздравляю прежде всего 70-летием, которое уже отмечалось. Немножечко у нас к этому дню не получилось, но лучше поздно, чем никогда. Я, конечно же, желаю жителям поселка, чтобы они жили, чтобы их поселок процветал, чтобы появлялись новые обустроенные общественные пространства, чтобы поселок был комфортный не только для жителей этого поселка, но также, чтобы им не стыдно было приглашать сюда гостей и гордиться местом, где они проживают. Сегодня поздравить жителей поселка Сахарная Головка с выходом новой книги о Сахарной Головке. И, конечно же, с Крымской весной приехал замечательный музыкант, лауреат и дипломант многих фестивалей авторских песен, член Севастопольского литературного объединения Александр Васильев. Пишу стихи и песни сочиняю. Севастопольского литературного объединения Александр Васильев. Севастопольского литературного объединения Александр Васильев. Севастопольского литературного объединения Александр Васильев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова